Привет, меня зовут Дмитрий Эберман. Сегодня поговорим про MacBook Air и MacBook Pro. В чем разница между ними и для чего вообще они созданы, с чем их едят? Сегодня вам об этом расскажем. Поехали! Что такое MacBook Air? MacBook Air это отличная машинка для пользовательских задач. Кстати, я сказал машинка, потому что наш оператор Егор считает, что MacBook не может быть машинкой. Но конкретно этот аппарат можно назвать машинкой по сравнению с MacBook Pro, который является целым бульдозером в мире машиностроения. Я надеюсь, ты это вставишь, никуда не уберешь. Это специальная вставка для тебя. А теперь нормально. Что такое MacBook Air? В первую очередь это отличный ноутбук, который идеально подойдет для серфинга в интернете, работать с Microsoft Office, легкий монтаж в iMovie и создать какую-то легкую картинку или возможно обработать наилегчайшими фильтрами фотографии в Photoshop. По факту на этом все. Какие основные преимущества MacBook Air у нас есть? В первую очередь это легкость. Он действительно очень легкий и у нас есть два варианта моделей. 11 дюймов, менее популярная модель, потому что она объективно очень маленькая. И 13 дюймовая модель, которая стала настоящим бестселлером. И, наконец, второе основное преимущество это время работы. В стандартном режиме с хорошей батарейкой он может держать до 12 часов и это действительно вызывает некий эффект вау. Итак, что такое MacBook Pro? MacBook Pro это в первую очередь профессиональный инструмент, который поможет вам работать абсолютно с большим спектром программ. В первую очередь это сложный монтаж, Premiere Pro, After Effects или, возможно, Final Cut, если вам больше нравится Final Cut. Также вы сможете работать со звуком в Adobe Audition. Ну и, в принципе, это инструмент, который предназначен исключительно для того, чтобы вы создавали некий продукт или объединяли некие проекты на одном компьютере, чтобы мощность позволяла вывозить всю сложность данных и, самое главное, каких-то, возможно, графических элементов. Или, возможно, звуковых элементов. Поэтому MacBook Pro вам необходим только исключительно, если вы хотите заниматься какой-то профессиональной деятельностью и компьютер является непосредственным инструментом для заработка или воплощения ваших проектов в жизнь. Какие основные преимущества MacBook Pro у нас есть? В первую очередь это, конечно же, его скорость работы в том, что железо, которое стоит там, оно гораздо сильнее, чем MacBook Air. По факту, на самом деле, на этом преимущества и заканчиваются, потому что это является единственным основным моментом, для чего вообще он нужен. Ну и в качестве второго дополнительного очень косвенного преимущества, если вы будете покупать себе MacBook Pro после 2012 года, или, возможно, будет в 2012 году даже эти MacBooks выходили, это MacBooks с рейтинг-дисплеем. И этот рейтинг-дисплей, он действительно потрясающий. Он идет с расширением 2К, и с 2012 года это было просто вау в мире строения, в принципе, такой техники. Друзья, мой личный отзыв такой. Если вы хотите покупать себе устройство, то вам в первую очередь следует задуматься, для каких задач оно вам конкретно необходимо. И стоит понимать, что можно купить MacBook Air 2010 года, предположим, за 20 тысяч рублей, а можно купить MacBook Air 2015 года за 50 тысяч рублей. Внешне они не будут отличаться по характеристикам, и там, и там можно встретить i5, и там, и там можно найти версии по 8 гигабайт. Но по факту это будут два абсолютно разных устройства. Итак, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы мы сделали более серьезную аналитику и рассказали, какой конкретно MacBook для кого, для каких задач, возможно, даже для социальных групп подходит, то обязательно показывайте активность и задавайте ваши вопросы в комментариях. Мы обязательно, собственно, если этот ролик зайдет, сделаем более подробный такой широкий ролик, в котором все опишем. Никаких проблем. Поэтому показывайте вашу активность в комментариях, ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на канал, колокольчик не забываем. До новых встреч. Пока.